Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Во власти драконов» от автора Лисоль. Ссылка на фанфик будет в описании под видео, и так как главы намного быстрее выходят на Бусти, ссылку на Бусти Лисоль я тоже оставлю в описании под видео. Там уже, по-моему, 13 или 14 глав. Ну а у нас сегодня на очереди глава 11. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если вам нравятся мои озвучки, а также загляните в описании под видео на другие ссылки на мой влоговый канал, на мой новостной канал, где каждый день выходят новости о БТС, а также на мою страницу Бусти, где у меня более 80 фанфиков уже выложены. Там же мы с вами встречаемся в прямых эфирах по вечерам, и там же выходят работы, которых никогда не будет на Ютубе. Например, «Дикий цветок Пусана» от автора Лисоль. Ну а прямо сейчас следует отметить, что эта глава тоже будет опубликована на Ютубе не полностью, так как здесь есть горячие сцены. Полная версия будет на Бусти. И поехали! «Ты потрясающий любовник!» – прошептал Тихен. «Могу вернуть тебе этот комплимент!» – улыбнулся Ченгук. «Ты совершенен!» Альфа лег рядом и взял Тея за руку. Переплетя свои пальцы с пальцами Омеги, Ченгук поднес их к губам. Целую изящную кисть, он закрыл глаза. Еще никогда в жизни ему так хорошо не было. «Снобу придется идти в душ!» – констатировал Тихен, рассматривая себя. «Давай еще немножечко полежим, и я тебя отнесу!» – пробормотал Альфа, не открывая глаз. «Ты устал?» – поинтересовался Тихен. «Нет. Мне просто очень хорошо!» – признался Ченгук. «Даже слишком хорошо!» «Ты мне льстишь!» – усмехнулся Омега. «Отнюдь! Это правда!» «Гук, а когда мы поедем домой?» «Завтра, малыш!» – Ченгук открыл глаза. «Здесь тебе небезопасно оставаться!» Дракон повернулся набок и подпер рукой голову. «Я надеюсь, ты переедешь в мою комнату?» «А должен?» – Тессу с Мешкой смотрел на мужа. «Это необходимо?» «А ты не хочешь?» – нахмурился Гук. «Ну, если это так, то я не буду тебя заставлять. Но я бы очень хотел засыпать и просыпаться с тобой в одной постели». «Дракон, ты стал сентиментальным?» – съязвил Те. «А что случилось?» «Ты случился», – ответил Гук и сгреб мужа в охапку. «Пойдем в душ. И затем я бы не прочь повторить». «Я не против», – последовал кокетливый ответ. «Юнги, поехали со мной?» Джун с утра пораньше пришел к дому Мина и подкарауливал его. «Снова здорово!» – пробурчал Юнги. «Да отвали ты от меня!» «Нет», – упрямо сказал нам, следуя за Омегой. «Ой, послушай, как там тебя зовут? Отвали по-хорошему, а! Ну, не выводи меня из себя!» «Меня зовут Намджун», – представился Альфа. «Но ты меня можешь называть Милый». Юнги остановился и уставился на Кима кошачьими глазюками, которые еще не полностью открылись от бессонной ночи, которую, кстати, ему организовал этот Милый. «Так, мужик, давай проясним все и сразу. Я никуда не поеду. Ты сваливаешь в туман и все на этом. Давай чеши в свой город, а меня оставь в покое!» «Да неужели я тебе совсем не нравлюсь?» – прищурился Намджун. «Ну, хотя бы капельку!» Юнги вздохнул. «Да нравился Намджун ему! Только вот они разного поля ягоды, и им не по пути. Альфа подчиненный младшего дракона, а Омега очень хорошо помнил, что случилось с его отцом. Помнил, как медленно умирал папа, так не оправившись после смерти мужа. Он не хотел себе такой участи. Печь пирожные в тихой кофейне – вот чего он хотел. Жить без происшествий. Его с Джином и так знатно встряхнуло появление дракона в кофейне. «Не нравишься!» – процедил сквозь зубы Мин. «Милый, я в последний раз прошу, свали, иначе я тебе реально еще раз по голове заеду!» «Ну, можешь заехать!» – ляпнул Нам. Юнги кое-что не знал об этом Альфе. Упрямство было отличительной чертой Намджуна, особенно если он чего-то сильно хотел. А Юнги нам хотел больше, чем просто сильно. «Ты дурак!» – буркнул Юнги и пошел дальше. «Может быть!» – улыбнулся Нам и бросился догонять Омегу. «А ты любишь котов?» – продолжал Намджун, стараясь вывести Юнги на нормальный разговор. «Отстань!» – раздался Бубнеж. Юнги поправил рюкзак за плечом, косясь одним глазом на Альфу. «Зачем?» – спросил про котов. «Ну, я серьезно!» – не сдавался Ким. «Ну, неужели так сложно ответить?» Юнги упорно молчал. «Он решил игнорировать Альфу. Может, тогда оцепиться». «А я думаю, что ты любишь котов!» – разглагольствовал Нам. Мин посмотрел на Намджуна и приподнял бровь. «А как не любить себе подобных коти?» Широко улыбнулся Нам, продемонстрировав ямочки на щеках. Юнги на секунду залип на этих ямочках. «Ой, подкаты у тебя так себе!» – пробубнил Омега, надув губы. «И да, Намджун угадал. Юнги очень любил котов, особенно котят. Совсем недавно Джин ему подарил одного. Симпатичная зверушка и очень забавная». Вспомнив про своего питомца, Омега слегка улыбнулся. А Намджун, увидев эту улыбку, почувствовал, как сердце начало очищенно биться. У Альфы сперло дыхание. Теперь он точно никогда не откажется от этого Омеги. Ни-ка-гда! Они подошли к кофейне и встретили у двери Джина. Омега, пробурчав приветствие в мрачном настроении, вошел в кофейню. «Увидимся позже, котик!» – пообещал Намджун и двинулся в сторону отеля. «Надеюсь, что нет», – прошептал сам себе Юнги. Мин посмотрел на смурное лицо друга. «А что случилось?» – поинтересовался он, бросая рюкзак на высокий стул рядом со стойкой. «Да я ночь не спал». Джин потер уставшие глаза. «Юн, может, не будем открывать сегодня кофейню? Я думаю, что Техён больше не будет у нас работать, а стоять за стойкой целый день у меня не хватит сил». «Это все, что произошло?» – подозрительно прищурил глаза Юнги. «Джин, я ж тебя знаю. Что на самом деле случилось? Это связано как-то с твоим бывшим?» Он ночью приходил ко мне. Джин взял чистую кружку и начал готовить себе кофе. «Поговорить?» «Ты с ним поговорил?» – серьезно спросил Юнги. «Сейчас было не до шуток. Он редко видел сакджина в таком подавленном состоянии. Этот Альфа, видно, сильно плюнул в душу его другу, раз его до сих пор не отпустило». «Нет, Юн, не поговорил. И не буду я с ним разговаривать». «Джин, ну, может, расскажешь, что все-таки произошло между вами?» Юнги уселся на стул. «Ну, выскажись, полегчает». Я так ему верил. Красивые губы Джина исказила горькая усмешка. Он мне врал в глаза без зазрения совести. Глаза Джина наполнили слезами. Я ночами не спал, ожидая его дома. Я боялся, что его убьют на очередных разборках. Вздрагивал от каждого ночного звонка, боясь услышать ужасную новость. Каждый гребанный раз, когда он уходил из дома, я думал, что, возможно, я увижу его в последний раз. А он в большинстве случаев развлекался со стриптизерами. Я мучился от неизвестности, когда его нет рядом, а он другим омегам тем временем в трусы деньги засовывал. И я подозреваю, что не только деньги он им засовывал. Джин замолчал, борясь со слезами. Юнги тихо сидел и не подгонял друга. Когда я обо всем узнал, я почувствовал себя преданным, растоптанным. Об меня вытирали ноги, не заботясь о моих чувствах, а я позволял с собой это делать, Юн. — Но ведь ты ничего не знал, — возразил Юнги. — И ты любил его, а когда любишь, то склонен верить человеку. Тебе не в чем себя обвинять. — Ну, значит, я был недостаточно хорош, раз Хасок пошел к другим. — А вот это уже откровенная чушь! — возмущенно воскликнул Мин. Ты себя в зеркале видел? Ни один стриптизер с тобой не сравнится. — Эй, ты меня просто успокаиваешь, — шмыгнул носиком Джин. — Джинни, ты очень хорош, — заверил Омегу Юнги. — Это твой Альфа, мудак, мудачо гороховая. Я, конечно, пожалею о том, что сейчас скажу, но тебе надо взбодриться. Да я замуж за тебя согласен пойти, хоть сейчас. Джин вытер глаза и рассмеялся. — Замуж за меня? — Замуж за тебя, — ответил Юнги, улыбаясь тридцать два зуба. Это, конечно же, была шутка. Они оба предпочитали Альф, но Юнги готов был так шутить, лишь бы не видеть слезы в глазах Джина. — За кого замуж? — раздался голос Хасока на всю кофейню. Омеги синхронно посмотрели на входную дверь, которую забыли запереть за собой. Чун стоял и сверлил непроницаемым взглядом Юнги и Джина. Позади него топтался Намджун. — За меня! — Сакджин гордо вскинул подбородок. — А что? Альфа быстрым шагом подошел к стойке. — Скажи мне, что вы сейчас пошутили, — рявкнул он. Челюсть Хасока сжалась, и крылья носа трепетали в раздражении. — Нет, — упрямо сказал Джин. — Нет, — вторил ему Мин, сообразив, что у них появился шанс избавиться от этих ненужных им Альф. — То есть вы хотите сказать, что вы выходите замуж друг за друга? — прорычал Хасок. — Так? — Именно, — хором ответили Омеги. — А я не понял, — к ним присоединился Намджун. — Кто выходит замуж? — Я! — также вместе сказали Джин и Юнги. — За кого? — Вытаращился Нам. — Друг за друга! — просветил его Юнги, ехидненько улыбаясь. — Вы что, по Омегам? — у Намджуна открылся рот от удивления. — Котик, это правда? — Мы друг по другу! — заявил Мин, сползая со стула. — Да я вам не верю, — усмехнулся Хасок. — Вы нам врете! — Хотите, докажем. Юнги решил пойти ва-банк. — Валяй! Хасок облокотился на стойку и с усмешкой рассматривал Джина. Юнги, ни слова не говоря, зашел за стойку и засосал Джина. По-взрослому так с языком. У обоих альфа отвисла челюсть. Джин растерянно хлопал глазами, не понимая, что происходит. Но Юнги классно целуется, этого не отнять. Хасок и Нам продолжали втыкать на страстный поцелуй двух Омег. Джин, плюнув на все, закрыл глаза. Юнги продолжал целовать, обхватив лицо Сок Джина двумя руками. — Мужики, куда вы пропали и где мой кофе? — послышался голос младшего дракона, входящего в кофейню. — О, блин! — Вот этот поворот! Чонни присоединился к Джину и Хасоку. Он сел на стул и с наслаждением смотрел на целующихся Омег. — А это дико сексуально, — протянул Чонни. — Не находите? — Нет! — рявкнули оба альфы. Наконец Юнги оторвался от губ Джина. — Ну, вам этого достаточно? — поинтересовался он. — Или вы хотите, чтобы я при вас его трахнул? Альфы покачали головами. — А чё это ты меня трахать будешь? — тихонечко прошептал Джин. — Да тихо ты, — буркнул Юнги. — Делай вид, что у нас любовь до гроба. — А я бы посмотрел! — влез младший дракон. — Обойдёшься! — Мин объёл глазами всех альф. — А вы чё припёрлись? Кофейня сегодня закрыта, нам к свадьбе готовиться надо. — Хочу меть! — снова раздался голос дракона. — Так вы замуж выходите? — Да, мужики, такого облома я ещё ни разу не видел. — Хосок и нам хмуро посмотрели на босса и молча вышли из кофейни. — Ну и зачем вы устроили весь этот спектакль? — поинтересовался Чёня. — Я чуть было не поверила, а они поверили. — Это не спектакль, — сказал Юнги. — Котик, я видел настоящую любовь двух амек своими собственными глазами, — усмехнулся дракон. — И вот то, что вы устроили, чуть-чуть не дотягивает. Но я им не скажу. — Из чего это вдруг? — ожился к Джин. — Они ж твои друзья. — Ну, интересно посмотреть, что они будут делать. — пожал плечами Чёня. — Может, даже ставки сделаю. — Я игрок, азартный игрок. Тебе ли не знать, Джинни? Сделай-ка мне кофейку, ведь я буду хранить ваш секретик. — Странная ты личность, дракон, — всузил глаза Юнги. — Ну, так же, как и ты, — парировал Чён. — Я бы на вашем месте еще им липовые приглашения на свадьбу послал. — Нет у тебя альфы и солидарности, — буркнул Юнги. — А я сам за себя, милашка, — улыбнулся Гучон. — Но чем дольше они вас будут добиваться, тем больше будут любить. — Да не нужна нам их любовь, — произнес Джинни, ставя чашку с кофе перед Чёни. — Ну, как скажешь, Джинни, — сказал дракон, скрывая за чашкой хитрую улыбку. — Блин, блин, блин! — хосок со злостью пнул колесо своей машины. — Этого не может быть! — Ну, ты ведь все видел сам, — мрачно сказал нам Джинни. — Я такого не ожидал, если честно. — А я, по-твоему, ожидал? — заорал Чённи. — Да твою мать! Я его искал два года, а он замуж за Омегу собрался. — Да успокойся, — тихо произнес нам. — Это все еще можно предотвратить. — Ты думаешь? — спросил хосок, успокаиваясь. — Да. — Но как нам? — Не знаю, Хо, но я не собираюсь отдавать Юнги Джину. — Да я тоже. Джин только мой. И пусть твой котик держит от него подальше свои загребущие лапки. — Твои предложения? — А давай их сопрем, — выдал гениальную идею Чун. — Ты своего, а я своего. — У тебя крыша поехала. Нам Джун шоке посмотрел на друга. — Вроде это мне по башке двинули. — У меня крыша поехала в тот день, когда Джин ушел от меня, — хмуро отметил Чун. — И теперь, когда я его нашел, я этого Омегу не отдам никому. Глава двенадцатая. — Хо, ну что ты планируешь делать с Джином? — спросил Чон, рассматривая друга. Хосок был мрачнее тучи. Мысль, что его Омега собрался замуж за другого, выводила Альфу из себя. — Ну, во-первых, я хочу с ним поговорить. Во-вторых, не дам выйти замуж за этого мелкого кота. — Интересно, как? — хмыкнул младший дракон. — Украду, забру в доме, на цепь посажу, — рявкнул Хосок. — Башня совсем отъехала, — прищурил медовый глазачоник. — Ты думаешь, что так решишь проблему? Да Джин тебе замочит, и я в этом случае ему помогу. Даже не думаю похищать его. — Из-за тебя он меня бросил, — зло процедил сквозь зубы Хосок. — Это твой приказ был быть в стриптиз-клубах почти каждую ночь. Я не хотел этого. — Хо, ну ты сам знаешь, что тогда так было надо. — Вздохнул Чоник. Почувствовал что-то похожее на угрызение совести. — Знаю. А теперь он мне не верит. Он думает, что я ему изменял направо и налево. Ну и как мне теперь его переубедить? Он же упрямый, как осел. — Ну, начни все заново, — посоветовал Чоник. — Нестандартный подход. Познакомься с ним заново, ухаживай, как будто вы не жили вместе несколько лет. Будь настойчивым. Но только не кради его. Джин тебе это точно никогда не простит. — А что делать с юнги? — буркнул Хосок. То, что предложил дракон, показалось Хосоку довольно заманчивым. — Ну, а котяра займется нам Джун, — заявил Чоник. — Нам втрескался в этого Омегу по уши за один день. Охренеть! Не думал, что так бывает. А мне все-таки кажется, что Мин его голову повредил, — заржал Хосок. — Чоржоти, — поинтересовался Нам, выходя из отеля. Он подошел к альфам, которые стояли у машины Хосока. — Да Хо говорит, что у тебя дырявый чердак, — выдал Чоник. — Охо язык как помело, — пробубнил Нам. — Мы когда уезжаем? — Ну, дождемся Гука и поедем, — ответил младший дракон. — Нам. — А Чимин какие мотоциклы предпочитает? — А тебе зачем? — прищурился Нам Джун. — Ну, байк хочу ему подарить, — заявил Чоник. — Новый. — А не жирно ли ему будет? — пробухтел Нам. — Ну, я хочу побаловать своего будущего мужа, — как ни в чем не бывало, — ляпнул Чоник. — И имею на это право. — Кого? — в один голос воскликнули Хосока Нам Джун. — Мужа? — просто ответил дракон. — А Чимин в курсе, что он твой будущий муж? — полюбопытствовал Нам. — Или ты его перед фактом поставишь? — А я сделаю так, что он мне не сможет отказать, — хмыкнул Чоник. — И ты мне будешь в этом помогать. — Из чего это вдруг вытаращился Нам Джун? — Ну, ты своего кота хочешь завоевать? — Да. — Но он живет здесь, а ты там. — Альфа неопределенно махнул куда-то рукой. — И? — И я дам тебе отпуск. Ты сможешь обхаживать своего котенка здесь каждый день, пока он не сдастся. — А мне, — влез Хосок, — мне Джинни тоже надо обхаживать. — А я останусь без своей правой руки, — прищурился Чоник. — Ты будешь как истинный рыцарь. Езди туда-сюда к своей зазнобе. — То есть нам отпуск, а мне фиг? — недовольно пробурчал Хосок. — Ну, Нам Джун сам тачки не крадет. А руководить своими ребятами он может и отсюда. И потом. Он мой будущий родственник. Это дает ему поблажки. — Дракон, ты серьезно решил жениться на Чимине? — недоверчиво спросил Нам. — Ну, ты хоть знаешь, на что подписываешься? — С ним тебе спокойной жизни не видать. — Ой, можно подумать, что сейчас у меня жизнь тишь да благодать, — съязвил Чоник. — Нам, ты можешь мне не верить, но я влюбился в твоего брата. И хочу, чтобы он был всегда рядом. Двадцать четыре на семь. — Да, и мне пора уже жениться. Надо малышей заводить, пока еще жив. — Чоник, а тебя по голове никто не бил? — ляпнул Хосок. — Хо, ты, конечно, мне друг, — в глазах сверкнул огонек. — Но не забывай, что я твой босс. — Ой, извини, босс, — пошел на попятную Хосок. Около них притормозил джип Чони. Из машины вышли Тихен и Чонгук. — Привет, голубки! — протянул Чони. — Как ночка удалась? — Чони, не лезь мне в свое дело, — буркнул Гук. — Я попрощаюсь с ребятами, — тихо сказал Тихен, — направился в кофейню. — Колись давай, — прицепился Чони к брату. — Как у вас с эльфом? — Все хорошо, — ответил Гук. — Мы возвращаемся домой. Мой муж — самое потрясающее, что со мной происходило за всю жизнь. — Ты не дракон, а сопливая омешка, — подел Чонгук и младший дракон. — Чони, я ж могу и в глаз дать, — прорычал Чонгук. — Так и я тебе тоже, — ухмыльнулся Чони. — Ну, начните бить друг другу рожи, — пробубнил Хосок, недовольный тем, что отпуска ему не видать, как своих ушей. — Хо, а ты чего такой злой? Обиделся, что я не отпускаю тебя к твоей принцессе? — Так а то ты не понимаешь, — ехидно произнес Хосок. Пока я буду в городе твои дела разгребать, мой джинни выйдет замуж за мятного кота. — Этого не допустит нам Джон, — успокоил друга Чони. — Не допущу, — подтвердил нам. — Если потребуется, я мэрию спалю. — Гениальная идея, — вылупил глаза младший дракон. — Правильно, спали к хренам город Марина. — Вот ангел обрадуется, — встрял Чонгук. — У вас с крыши съехали совсем. — Наму намеренно ее сдвинули, — не удержался Хосок. — Закройся, — зло бросил нам Джон. — Если наши омеги выйдут замуж друг за друга, я этого не переживу. — А это что еще за история? — удивился Чонгук. — А котик и Джинн собрались узаконить свои отношения, — объяснил Чони. — А у них есть отношения? Глаза Чонгука стали большими. — Ну, как оказалось, да, — пробормотал Хосок. — Мин моего Джинни так засосал, казалось, что он его проглотит. — Ну, это было дико сексуально, — ляпнул Чони. Две красивых омеги целуются, возбуждает. — Чони, а я сейчас не посмотрю, что ты мой босс, — угрожающе зашипел Хосок. — Это для меня как серпом по яйцам, ну не издевайся! — О, сорян, Хо, — младший дракон поднял ладошки вверх. — Больше не буду. — Значит, ты уезжаешь с мужем? — спросил Джинн, ставая перед Т кружкой горячего кофе. — Очень жаль, я успел тебя полюбить. — Ты всех вокруг любишь, — хмыкнул Юнги. — Кобеля своего не люблю, — буркнул Джинн, наблюдая за альфами через окно. — А по-моему, любишь, — протянул Юнги. — Я тебя люблю, и ты хёна, — категорично заявил Сак-Джинн. — И всё. А после нашего поцелуя ты просто обязан выйти за меня. — А вы целовались? — округлил глаза Т. — Серьёзно? — Да, — подтвердил Джинн. — И он круто целуется. — Ну, что есть, то есть, — улыбнулся Дёсна Мимин. — А пускай тебя поцелует, — предложил Джинн ты хёну. — Не пожалеешь. — Я жить хочу, — Юнги почесал голову. Меня же дракон за такое придушит голыми руками. Так что извини, ты хён, но целовать я тебя не буду. — Ну, я это переживу, — рассмеялся Т. — Мне тебя будет не хватать, — искренне сказал Юнги. — Приезжай к нам в гости. — Ну, боюсь, дракон меня не отпустит, — вздохнул Тэхён. — Лучи вы ко мне. — Обязательно, — пообещал Джинн, всё ещё не сводя взгляда с Хасока. — Сейчас Альфа уедет, вновь оставив Джина с разбитым сердцем. Он до сих пор его любит и ничего поделать с этим не может. — Да долбанный Альфа! — Я буду скучать, — пробормотал тихо Омега, имея в виду и Тэхёна, и Хасока одновременно. — И я, — ответил Тэ. — Мне пора идти, парни. Омега поочерёдно умнил Юнги и Джина. — Не пропадай, звони, — сказал Юнги. — Буду рад всегда тебя услышать. — Хорошо, — прошептал Тэхён. — Пока, ребята. Красный мотоцикл вырвался вперёд, оставляя позади себя чёрный байк младшего дракона. Альфа улыбнулся, чувствуя адреналин в крови. Переключив передачу, Чоник крутанул ручку газа почти до упора. Догнать маленькую бестию на красном мото было делом чести. Но этот бесёнок поморгал стоп-сигналами и прибавил скорость. — Я тебя сделал! — проорал Чумин, стащив шлем с головы. Они выехали за город и припарковались на обочине. Чоник снял шлем с головы, заглушив байк. — Ты неплохо катаешься, — удивлённо произнёс он. Омега спрыгнул с мото и попытался пригладить торчащие в разные стороны цветные волосы. — Неплохо! — вытаращил он глаза. — Неплохо! Это ты неплохо ездишь, а я гоняю, как бог! — Бог? — хмыкнул Чоник. — Ты себя в ранг бога возвёл? — Ну, не придирайся к словам! — отмахнулся Омега. — Я же тебя обогнал! — Я тебе поддался! — заявил Чоник, сползая с байка. — Не ври! — надул губы Чимин. — Кнопочка, у меня есть идея. Чоник дотронулся пальцем до кончика носа Чимина. — Не называй меня так! — сразу же ощетинился Омега. — И что за идея? — Давай устроим гонки. Только ты и я. — И что получает победитель? — сузил в глазки азартный Чимин. — А что ты хочешь? — Но если я выиграю, то ты отцепишься от меня! — хитренько улыбнулся Омега. — Хорошо, — легко согласился дракон. — Но если выиграю я, ты выйдешь за меня замуж. — Чего? — не поверил Лушам Чимин. — Кнопочка, ты боишься, что я тобой всего лишь развлекаюсь. Лицо Чоня стало серьезным. — Так вот, нет. Я хочу, чтобы ты стал моим мужем. И заметь, я тебе делаю предложение, даже ни разу не поцеловав. — Да ты придурочный! Ты в курсе? — оторопело сказал Чимин. Переваривая только что сказанные слова дракона. — Не отрицаю, — ухмыльнулся Чоню. — Ну так что, готов поставить на кон свою свободу? — Я выиграю! — процедил сквозь зубы Чимин. — Ну если выиграешь, то выполню твою просьбу. Слово дракона. Чоня сел на мотоцикл. — Заводи мотор, Кнопочка. Очень скоро ты станешь Чоном. — Хрен тебе, рептилия! — Чимин показал Чоне язык. — Не догонишь! — Ну какой же ты хорошенький! — пробормотал сам себе Чон. — И сегодня я украду твой поцелуй. Альфа пальцами показал отчет. И два мотоцикла с ревом стартанули навстречу заходящему солнцу. — Техен, а зачем ты туда залез? Чонгук рассматривал мужа, стоящего на стремянке. Омега, повязав голову платком, увлеченно протирал хрустальную люстру. — Мою люстру, — пропыхтел Те. — Разве не видишь? — Те, а прислуга нам зачем? — сузил обсидиановые глаза Альфа. — Ну слезай оттуда! — У меня было скучно, — сказал Омега. — Я решил развлечься. — Надраивая люстру, — хмыкнул Чонгук. — Говорю, слезай! Не хватало еще, чтобы ты оттуда навернулся. — Ну, сними меня, — промурлыкал Техен. — Мой малыш хочет на ручки, — улыбнулся Чонгук. — Именно! — Тейка кетливо похлопал глазками. — Иди сюда, моя прелесть! — Альфа выставил руки вперед. — Ты устал? — спросил Техен, очутившись в сильных руках мужа. — Не настолько, чтобы не отнести тебя на нашу кровать, — поиграл бровями Гук. Альфа поцеловал сладкие губы Омеги и отправился в спальню. Проходя мимо Дворецкого, он поздоровался с ним. — Добрый вечер, Джером. Сегодня ужин подай позднее, мы сейчас будем заняты. — Слушаюсь, — поклонился Дворецкий. Глядя на то, как Чонгук несет Техена, Джером счастливо улыбнулся. — Такими темпами у нас скоро будут топать маленькие ножки по дому, — пронеслось в голове у Альфа. Техен и Чонгук уединялись при любом удобном случае, и Джером хотел, чтобы Омега забеременел. Дворецкий очень любил детей. Наконец-то в этом доме вновь поселилось счастье. Легкий стук в окно снова разбудил Юнги. — Ну, это точно, Джин, больше некому. Придурковатый Альфа свалил в свой город, — подумал Омега. — Джин, я тебя когда-нибудь убью, — прошипел Мин, открывая окно. — Что за прикол шастать ночью под окнами? У тебя телефона нет, что ли? — Здравствуй, котик. За окошком, расплывшись в улыбке, стоял Намджун. Соскучился. — Ты? — Юнги стряхнул себе остатки сна. — Ты же уехал неделю назад! — Ну, как уехал, так приехал. А это тебе. Альфа поставил на подоконник корзинку со спелой клубникой. — Я знаю, что ты любишь клубнику. — Я выхожу замуж! Тебе же ясно было сказано! — рявкнул Мин. Забирай свою клубнику и проваливай! — Нет, котик, — упрямо возразил Намджун. — Замуж ты за него не выйдешь, и я никуда не свалю. — Да ты бессмертный! Ты же уже в курсе, что я могу покалечить! — прищурился Омега. — Я в курсе, — согласился Нам. — Но я тебя люблю и сделаю все, чтобы ты не выходил замуж, только если за меня. — Интересно, и как ты этому собираешься помешать? — Юнге уже действительно стало интересно. Нам Джон определенно вызвал у него уважение своей настойчивостью. — Котик, я буду приходить каждую ночь под твое окно, каждый день в твою кофейню. Я буду таскаться за тобой по всему городу, пока ты не согласишься сходить со мной на свидание. — Так у меня есть жених! — попробовал отстудить пыл Альфы Юнге. — Да вообще насрать! — отмахнулся Нам. — Твоим женихом могу быть только я. — Да ты наглый! — усмехнулся Мин. — Наглый старое счастье! — парировал Нам Джон. — Ешь клубнику, она вымыта. — И долго ты собираешься здесь торчать? Юнге все же засунул одну ягоду в рот. — Ну, пока ты не уснешь! — очаровательно улыбнулся Нам Джон. — А вообще могу твой сон охранять! Юнге улыбнулся в ответ, вызвав у Альфы в груди прилив щенячьей нежности. Ким Нам Джон начинал нравиться Юнге больше, чем просто нравится. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. А с вами была Маруся. Хорошего вам настроения. Совсем скоро встретимся. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...